Пенсию с помощью СМС начали оформлять в Казахстане. Пилотный проект заработал в Нур-Султане. Теперь пожилым гражданам не нужно обивать пороги государственных органов, чтобы сдать документы на выплату. Новую услугу правительства реализуют с августа. На пенсию по СМС уже вышли трое работников в Нур-Султане и Акмолинской области. Если специалист согласен с условием выплат, он отправляет «да» на короткий номер и автоматически получает статус пенсионера. Чтобы сотрудник вышел на пенсию онлайн, работодатель должен внести его данные в единую базу, справки с места работы, информацию о трудовом стаже и отчислениях. Только это гарантирует возможность воспользоваться госуслуга дистанционно. Сейчас пенсию в Казахстане получают более 2 миллионов человек. Каждый месяц их число увеличивается на 8-9 тысяч. К 2020 году в Казахстане переведут в электронный формат более 90% услуг. Он приходил, сдавал соответствующие документы и оформлял данные услуги. То теперь будущему пенсионеру за 10 дней до достижения пенсионного возраста придет СМС-сообщение с предложением оформить данную услугу проактивным способом. Беларусь и Казахстан прорабатывают вопрос подписания соглашения о поставках нефти в Беларусь. Это может произойти уже во время предстоящего визита Александра Лукашенко в Нурсултан. Об этом сообщил чрезвычайный полномочный посол Казахстана в Беларуси. Белорусского президента в Нурсултане ожидают уже в октябре. Там пройдет большой бизнес-форум, на котором должны подписать целый ряд контрактов, в том числе соглашения по нефти. Также страны намерены нарастить обороты в промышленные кооперации. Сегодня в Беларуси действует 45 предприятий с казахстанским капиталом, а в Казахстане работают 8 сборочных производств белорусской техники и оборудования. Перспективным является сотрудничество в области сельского хозяйства. В частности, Казахстан интересует белорусский опыт развития агропромышленного комплекса. Сегодня идет процесс переговоров, процесс подготовки соглашения. Сегодня со стороны Министерства энергетики Казахстана есть понимание, что есть такое направление взаимоотношений с Беларусью и идет активное сотрудничество с Белнефтехимом. Сегодня идут полностью эти переговорные процессы. Я думаю, что к приезду президента Александра Григорьевича Лукашенко в Казахстан должно быть подписано соглашение. Вы знаете, что есть определенные требования. Это для того, чтобы начать подставку, должно быть принято необходимый норматив права акта. Это касается и соглашения. Президент России Владимир Путин предложил помощь Саудовской Аравии в обеспечении безопасности своей территории. Об этом он заявил во время трехстороннего саммита в Анкаре с участием глав России, Ирана и Турции. Что касается самого саммита в Анкаре, то, как заявил Владимир Путин, Россия, Турция и Иран сделают все возможное для окончательного снятия напряженности в Сирии. Мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии. А политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрые государственные решения. Так, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300 и так, как сделал президент Эрдоган, закупив в России новейшие комплексы ПВО С-400 «Триумф». Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии. Узбекистан заинтересовался белорусскими достижениями в области информационных технологий. Более того, контракт подписан. Белорусская IT-компания и резидент парка высоких технологий поможет цифровизации банковского сектора Узбекистана. Уже создано программное обеспечение для партнеров. Остается адаптировать его под заказчика, а это один из лидирующих банков Узбекистана. Продукт на основе искусственного интеллекта, а финансовые операции выполняет нейронная сеть. В разработку вложено немало инвестиций, при этом отдача, уверены разработчики, для банковского сектора колоссальная. Цифровой банк под ключ программисты установят до конца этого года. Этот проект – пример того, как договоренности на высшем уровне способствуют развитию бизнес-контактов. О его создании впервые заговорили около года назад во время визита президента Белоруссии в Узбекистан. Тогда же белорусская IT-компания и впервые представила свои возможности на выставке в Ташкенте. Узбекистан – очень интересный рынок. Это динамичная и активно развивающаяся страна сейчас. Они приняли ряд государственных программ, которые могут вывести их в лидеры этого региона в очень краткосрочной перспективе. И для нас это очень важно и интересно, потому что это и человеческий ресурс, а чем больше пользователей системы, тем выше эффект от внедрения новых технологий. Первая российская плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» начнет вырабатывать электроэнергию к концу этого года. Мобильная АЭС прибыла к берегам Чукотки, пройдя по Арктике за три недели более 5000 километров. Власти России заявляют, что АЭС такого типа – прорывное решение для отдаленных регионов страны, имеющие выход к морю. Несколько общественных организаций, включая российское отделение «Гринпис», выступили с критикой решения властей России. Плавучий энергоблок они называют ядерным «титаником» и заявляют, что любая АЭС производит радиоактивные отходы и может взорваться. Плавучая же станция особенно уязвима перед стихией. У Чукотки есть огромный потенциал для строительства ветреных электростанций, считают «Гринпис». В «Росатоме» заверяют в безопасности эксплуатации станции и обещают, что в будущем в стране появится еще несколько плавучих энергоблоков. В госкорпорации уже работают на вторым поколение «ПАТЭС» – оптимизированный плавучий энергоблок, который будет меньше своего предшественника. «В декабре мы рассчитываем получить первые киловатты электроэнергии и обеспечить электроэнергией как города, город и век, так и подключить уже первых потребителей». Буркина-Фаса прошел экстренный саммит 15 лидеров стран Западной Африки, а также президентов Мавритании Чада. Они обсудили растущую угрозу со стороны исламистских группировок. В последние месяцы боевики, связанные с Аль-Каидой и запрещенной организацией ИГИЛ, постоянно укрепляли свои позиции в регионе к югу от Сахары. В результате огромные территории вышли из-под центрального управления. Также усилились межэтнические конфликты, особенно в Малии и Буркина-Фаса. Африканские лидеры договорились совместно противостоять этой угрозе. Около трех миллионов жителей региона в этом году были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы джихадистов. Кроме того, на 60% увеличилось число людей, которым угрожает недоедание и голод. Комиссия ЭКОВАЗ также призвала ООН укрепить миротворческую миссию в Малии, которая началась в 2013 году. В июле ООН объявила, что исламистские атаки в Западной Африке распространяются настолько быстро, что необходим более скоординированный план. «Мы в регионе к югу от Сахары и в районе озера Чад пожинаем последствия кризиса в Ливии. Пока не время отворачиваться от проблемы. Международное сообщество обязано участвовать в битве и защитить наш мир и безопасность». ОПЕК-Плюс призвала некоторых своих членов привести добычу нефти в соответствующие с договором о сокращении. Так, Ирак и Нигерия ещё не вышли на стопроцентное выполнение договора. Организация пытается не допустить излишка нефти на рынке в условиях растущей добычи в США и замедление мировой экономики. Цены на нефть в последние недели опустились ниже 60 долларов за баррель. На пике в 2019 году они поднимались до 75 долларов. Однако глобальная рецессия оказалась более серьёзной угрозой, чем опасения по поводу сокращения добычи из-за санкций в Ираке и Венесуэле. Группа ОПЕК-Плюс провела встречу в Абу-Даби. Ирак, который по объёмам производителя организации, пообещал снизить добычу до 175 тысяч баррелей в сутки уже к октябрю. Нигерия сократит добычу до 57 тысяч баррелей. Лидер ОПЕК Саудовской Аравии обещает перевыполнять свои обязательства и сократить добычу ниже установленных для королевства 10 миллионов баррелей в сутки. Следующая встреча ОПЕК состоится в Вене в декабре. Мы ещё раз договорились о приверженности исполнения соглашения в полном объёме всеми участниками соглашения, кто подписал его в декабре 2018 года. Это очень важный момент. Все должны выйти на стопроцентное исполнение обязательств. Производство в сентябре, а также объёмы экспорта будут значительно ниже, чем в августе. Ещё больше сокращений начнётся с 1 октября, чтобы достичь стопроцентного соответствия. Мы ещё раз подтверждаем, что наше добровольное сокращение в октябре будет на уровне 9 миллионов 890 тысяч баррелей в сутки. Десять лет назад по Европе прокатились молочные протесты. Разгневанные падением закупочных цен бельгийские фермеры перестали поставлять продукты в торговые сети страны. От самой отчаявшиеся вылили 3 миллиона литров молока в поле в районе города Сине. Сегодня агрария требует от Евросоюза возврата национальных квот. Демонстрантов из разных уголков Бельгии, а также из Франции, Германии, Люксембурга, Нидерландов на то самое поле доставили 600 тракторов. Протестующие отмечают, что из-за торговых соглашений Евросоюза с Канадой и Меркосур национальные рынки наводнил импорт. Недавно Брюссель разработал ряд мер, цель которых добиться большей прозрачности в процессе формирования цен. Этого недостаточно, заявляют фермеры и призывают граждан бойкотировать продукты иностранного производства, помочь отечественному производителю. Сельскохозяйственная политика – единственная интегрированная система мер ЕС. При заключении международных сделок – это что-то вроде разменной монеты для европейских торговых переговорщиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова